Вторая мировая война и игра в квиддич. Они похожи. Ну, казалось бы, что может быть общего? А вот что? Победа зависит не столько от того, что в ней делает большинство людей, а от одного параллельного действия, которое делает меньшинство, и иногда даже в другом месте. Не спешите посчитать это бредом. Хотя, как хотите. Ведь это все в порядке бреда и излагается. Но, если у вас хватит терпения дослушать это до конца, то, думаю, вам будет интересно. Итак, давайте начнем. Вы помните, что такое квиддич? Это такая игра из Гарри Поттера. Как ни странно, но правила этой несуществующей игры очень подробно описаны. Я процитирую их. На поле сражаются две команды по семь человек в каждой. Запасные игроки предусмотрены только в том случае, если игра затянулась настолько долго, что игроки не могут ее продолжить. Команды летают на метлах, над овальным игровым полем. В концах этого поля напротив друг друга стоят ворота. Каждый в виде трех колец. Каждый гол, забитый в одно из этих колец, в команде соперница приносит 10 очков. Цель игры – набрать как можно больше очков до окончания игры. Важно. Игра заканчивается только тогда, когда одна из команд поймает мяч под названием СНИЧ. Поэтому игра может длиться неограниченное время. Поимка СНИЧа приносит 150 очков. Вот если вдуматься, то получается, что исход игры может быстро или не очень быстро решить один единственный человек. Тот, который поймает СНИЧ. Это ловец. И все, что делают остальные, не будет иметь решающего значения. Огромное количество сил, затраченных большинством, окажется потраченным, если не впустую, то уж точно нерационально. Вот так. Вот. И во Второй мировой войне был такой СНИЧ. А поймавший его, сразу заканчивал войну. Что это такое? Это ядерный проект. Первый, кто создавал ядерное оружие, заканчивал игру. А в кавычках игру, разумеется. И срывал весь банк. И здесь для победы над фашизмом нужно было действовать в двух направлениях. Первое, это не дать фашистской Германии создать ядерное оружие первыми. А второе, надо было создать свое ядерное оружие первым. Действовать нужно было на опережение. Вот тогда и был выигрыш. И пока огромное количество сил и людей были брошены на фронта и вели борьбу на полях сражений, небольшая группа людей вела борьбу за СНИЧ. А лучше сказать, небольшие группы людей. Первую задачу, то есть не дать фашистской Германии создать оружие, решила группа норвежских диверсантов. Операция «Гумерсайт». В ночь 16 февраля 1943 года шесть норвежских командос были выброшены на парашютах на лед озера Скрукин в 48 километрах к северо-западу от базы «Ласточки». Встреча двух групп произошла только через неделю из-за снежной бури и плохой видимости. Всем раздали поампулиционистого калия на случай плена. За месяцы ожиданий «Ласточка» собрала всю информацию, необходимую для того, чтобы перехитрить нацистов. Было известно точное число немецких и норвежских часовых. На каждом посту, точное время смены караулов. Вообще было известно все. Понимаете, они знали каждый вход, выход, точное расположение каждой двери и каждого окна, подземных туннелей, труп, по которым можно было войти и выйти. Гидроэлектростанция и завод представляли собой неприступный объект. С одной его стороны была отвесная 200-метровая скала, на вершине которой расположились электрическая станция и завод. А с другой стороны было глубокое ущелье. Поэтому эти команды решили проникнуть на завод по коммуникационному туннелю, в котором проходили силовые кабели. Операция эта началась поздно вечером, 27 февраля. Два подрывника и два норвежских бойца проползли по туннелю в цех синтеза тяжелой воды. Остальные команды заняли круговую оборону у входа в туннель. Взрывчатка, детонаторы, часовой механизм и бигфордовые шнуры были размещены на цистернах с тяжелой водой. Взрыв произошел через 20 минут после того, как все члены группы были уже в безопасности. Вот так была полностью уничтожена установка высокой концентрации и электрическая аппаратура. Удар, нанесенный немцам, норвежцами, был сокрушающим. Немцы потеряли самое невосполнимое в битве ядерных лабораторий. Они потеряли время. А норвежцы обошлись без потерь. Геммлер был разъярен. Неверсантов искали 2800 человек. Гестапо, полевая полиция с собаками, норвежские штурмовики. А спецназовцы тем временем шли на лыжах через всю страну к шведской границе. Они дошли до нее, преодолев по безлюдным тропам путь в 400 километров. Чем же нам наградить этих героев, взволнованно писал Черчилль в своем докладе о диверсии. Командование британского управления спецопераций оценило операцию Гуннерсайт как наиболее успешную во входе Второй мировой войны. Из-за операции Гуннерсайт Гитлер не смог средить ракеты Фау-2 ядерными боеголовками и превратить последние месяцы войны в судный день. Если бы у Гитлера появилось ядерное оружие, то исход Второй мировой войны был бы предрешен. Это однозначно. Россия и ее союзники склонились бы перед черной заразой. Или были бы стерты с лица земли. Вторую задачу, а следовательно и решительную точку во Второй мировой войне поставили США со своим ядерным проектом, сбросив бомбы на Хиросиму и Нагасаки. К этому времени фашистская Германия была уже повержена, но война закончена не была. Если бы США создали бомбу чуть раньше, то с большой долей вероятности удар был бы нанесен по Берлину, что мгновенно бы закончило войну. Вот так. Так и случилось. Только уже в Японии, о которой я тут же капитулировал. Ну не тут же, но очень быстро. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года Два единственных в истории человечества случая боевого использования и применения ядерного оружия. Осуществлены они были вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны. Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Б-29 Энолагай, назван так по имени матери Энолагай Хаггард, командира этого вот экипажа, ополковника Пола Тибица, сбросил на японский город Ихиросимы атомную бомбу «Литл Бой» Малыш, эквивалентом от 13 до 18 килотонов тротила. Три дня спустя, 9 августа 1945 года, атомная бомба «Фэтмен» «Толстяк» эквивалентом в 21 килотонну тротила была сброшена на город Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика Б-29 «Бокскар». Общее количество погибших составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек в Нагасаки. Шок от атомных бомбардировок США оказал глубокое воздействие на премьер-министра Японии Кантара Сузуки и на министра иностранных дел Японии Того Сигенори, которые склонились к тому, что японское правительство должно прекратить войну. 15 августа 1945 года Япония объявила о своей капитуляции. Акт о капитуляции, формально закончивший Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года. 2 сентября СНИЧ был пойман окончательно. Я полагаю, что вы уловили аналогию. Германии не дали поймать СНИЧ и поймали СНИЧ сами. Игра закончена. По скрипту обращаю ваше внимание, что я веду речь не о Великой Отечественной Войне Победа, в которой преимущественно заслуга СССР, а о Второй Мировой Войне. Великая Отечественная Война шла преимущественно на территории СССР. Вторая Мировая Война имела гораздо более глобальный охват. Охвачены были много-много стран, поэтому она и мировая. Вот так, друзья, вот в этом вот, собственно говоря, и схожесть игры СНИЧ и Второй Мировой Войны. А вообще, на самом деле, в жизни очень часто бывает именно так, как я сказал в самом начале, когда многие силы направлены в одном направлении, а для решения задачи требуется намного меньше. Вспомните правило Паретто. 20% усилий определяют 80% решения любой задачи. И наоборот, 80% оставшихся процентов усилий определяют и решают только 20% задачи. Но бывают такие ситуации, когда 1% может решить все. Ну что, до встречи. Обязательно подписывайтесь на мой канал на YouTube. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok